Подготовлены к посадке непосредственно уже такие нормальные культуры. Все тут у нас здесь хорошо. С разным успехом они растут. Это П-80 с другой стороны. Здесь стоит тоже такой интересный экземпляр. Здесь бутылка. Как видите 0,25 литра. Она использовалась для такого длительного хранения самой культуры. Дата здесь 21.07.2015 года. Сейчас уже 17. На некоторое время я достал ее из холодильника. Для того, чтобы мицелий немножко пришел в себя. Понял, что готовятся какие-то мероприятия. Я начал расти и в дальнейшем будут сделаны, опять же таки, контрольные посевы на агаровые среды. Чтобы посмотреть, как ему там жилось. Насколько он жизнеспособный. И параллельно с этим я хочу сделать несколько маточных банок из этого мицелия. Я специально подготовил, именно для японского опенка, или зимнего опенка, как по-другому называют. Специально подготовил баночки не только на зерне, но и добавил, естественно, опилок. Все дело в том, что вот такие грибы, как шиитаки, рейши, японский опенок. Вот наблюдалось, что они на древесных субстрате, на палочках, помещенных в пробирку, они могут показывать даже рост грибов, ну таких малюсеньких, из самой культуры, начинают расти небольшие грибочки. Ну такие, можно сказать, микроскопические, но явно видно, что это уже грибы. То есть плодовые тела с ножкой, с шапочкой. И вот, как видим здесь, просто на агаровых средах, ну даже несмотря на то, что там добавлено древесинов, при приготовлении самой среды плодовых тел, как видим, они не образуют. То же самое наблюдается на зерновых пассивных мицелиях, особенно шиитаки, даже очень такой созревший уже блок, на котором полифенолоксидаза, ну за шиитаки идет речь, дала такие уже черные пятна. Если даже этот пакет вскрыть с мицелиям, казалось бы, что она должна запуститься на рост грибов, но обычно это на зерновых субстратах не происходит. То же самое с японским опенком. Все-таки им нужна древесная составляющая, скорее всего, для полноценного образования плодовых тел. Без всех компонентов, которые ему нужны, плодовые тела он образовывать не хочет. Самицелий растет, но без плодовых тел.